И я давно не помню такого аншлага в нашей студии, потому что максимальная концентрация собак, по-моему, за всё время программы «Усы, лапы, хвост». Добрый день! Я Мария Армас, «Усы, лапы, хвост» с 16 до 16.30 и представлю наших гостей. Ну, во-первых, Ярослав Рюмин, директор по научным коммуникациям «Роял Канин», ветеринарный врач. Ярослав, здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Ярослав уже хорошо вам знаком. И Наталья Чаплин, руководитель фонда «Подарок судьбы». Наталья! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Сегодня кошка и собака у нас. Вот такой расклад. Вы можете всё смотреть на YouTube-канале. Там картинка, так что заходите, пожалуйста, на YouTube-канал «Серебряного дождя». Наталья, ну, я спрошу вас, чем занимается фонд «Подарок судьбы»? Ну, в первую очередь, фонд «Подарок судьбы» известен тем, что он занимается пристройством собак. Я думаю, что многие слышали, видели и, возможно, бывали на наших выставках всем по собаке и всем по котику. Но, наверное, задача наша более глобальная. Мы стараемся, в принципе, привить людям гуманное отношение к животным. Это касается и приютских животных, и породистых животных. И занимаемся просвещением, гуманитарной помощью приютам, образованием, развитием dog-friendly среды. То есть у нас такие глобальные задачи. Мы бы очень хотели, чтобы, в принципе, животное в нашей стране имело бы права, которые людьми бы соблюдались. И хозяевами, и не только. Я правильно понимаю, что вы такой посредник между приютами и теми, кто хочет взять животное? В вопросах пристройства – да. То есть мы сотрудничаем с приютами, мы обучаем приюты, в общем-то, каким-то базовым вещам. Это и ветеринария, и пристройство, и зоопсихология, кураторов, которые пристраивают животных. И, с другой стороны, мы общаемся с хозяевами, которые хотят взять собаку, или у которых уже есть животное, и помогаем им встретиться. Расскажите, как вы стали этим заниматься? Во-первых, я скажу сразу, что у Натальи три собаки. На них можно посмотреть прямо сейчас. Две с половиной, я просто считаю это называть. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, кого вы здесь половинкой из трёх обозвали. Вот то, что слушатели сейчас видят на картинке. Основная, которая сидит около микрофона, это кто? Это половинка. Это половинка, отлично. Кстати, очень крутая собака. Мы её нашли на улице. То есть даже не из приюта вы её просто забрали? Ну, у меня вот первый мой пёс – это генерал Чаплин. У меня фамилия Чаплин, у него имя Чаплин. Класс, но генерал как раз у нас под столом, как-то не по-генеральски. Ну, он такой уже, уже очень взрослый. И с него, собственно, вообще всё началось. То есть это было много лет назад, наверное, уже лет 13 назад. Я нашла его на улице, ничего не знала о собаках. Я была очень молоденькой девочкой, такой восторженной. И вот я подобрала его на улице и поняла, что, в принципе, животные из приюта, бездомные животные, дворняги, они абсолютно нормальные, крутые. И очень много животным, кому нужна моя помощь. И там, пожив немного с этой собакой. Я, конечно, пришла в полную эйфорию. Я говорю всем родителям, берите детям собак, а то вырастет у вас какой-нибудь директор фонда, который потом будет всю жизнь закрывать этот гештальт. И я пришла в муниципальный приют просто волонтёром от вот этого вот желания помогать другим собакам, потому что я очень полюбила своего Чаплина. И очень много лет, наверное, лет 5 или 6, я ходила волонтёром в обычный муниципальный приют. И было очень много работы, было очень много боли. Я работала тогда в дизайнерской студии, мы как-то вот, мои коллеги тоже откликнулись, мы придумали логотип, название, подарок судьбы, всё это как-то начало раскручиваться, я совмещала это с работой. Но животных всегда было больше, чем тебя. Ну, то есть это было в таком количестве, что ты не можешь остановиться, начинаешь помогать, и это захватывает всё твоё время. Это частая проблема кураторов, с которыми мы работаем, потому что они начинают сбивать на личную жизнь, на семью, на работу. И это закончилось тем, что я в какую-то прекрасную ночь, когда надо было спать, я поехала отвозить собаку в новый дом, меня сбила на трассе машина. И какое-то время пришлось полежать в больничке, у меня были переломные кости. И я вот пока лежала, поняла, что, наверное, вот дальше таким путём ты глобально ничего не изменишь. То есть надо менять отношения людей к животным, и к тем животным, которые в приюте, чтобы люди не покупали, а брали из приюта, и к тем животным, которые люди покупают, потому что очень часто они покупают, а потом выкидывают. И это такая бесконечная история, и все волонтёры, они могут бесконечно подбирать. Но вот глобально мы стали заниматься этого момента, подарок себе, вот он стал заниматься тем, чтобы менять какое-то сознание, как бы это так не звучало эфемерно, но тем не менее. Это как раз то, про что мы и говорим эти полчаса, про ответственное, вообще про нашу ответственность перед животным. Как животные попадают в приют? По-разному, по-разному. Муниципальных приютах это всегда отлов, это схема отлов, стерилизация помещения в приют. Частные приюты подбрасывают, подбирают, привозят, ну, как бы это всё. Какие-то частные приюты тоже занимаются отловом, но как бы у каждой собаки, в общем-то, своя история. Собака может попасть после того, как её выкинули в приют, может родиться на улице, может родиться в приюте. Такое тоже, к сожалению, бывает, если там кого-то пропустили по стерилизации. Ну, я даже скорее имела в виду, вот мы идём по улице и видим бездумную собаку, да, и думаем, ладно, сам-то я сдать, ну, не могу её, например, взять по каким-то причинам, да, но хотел бы о ней позаботиться. То есть может ли человек куда-то привезти эту собаку? Или такая... В таком случае лучше всё-таки брать ответственность на себя. У нас даже на сайте всемпособаки.ру есть подробная инструкция, что делать, если ты нашёл собаку или кошку, раздел «Надо знать», и там прям пошагово написано, какие надо сдать анализы, отвезти к ветеринару, как можно найти платную передержку и так далее, и так далее. То есть, в принципе, помочь можно. Если ты знаешь, какие шаги необходимо выполнять, то это может сделать абсолютно любой человек. С вероятностью практически 99%, если вы позвоните в приют, то все приюты переполнены. Животных сильно больше, чем приюты могут принять физически, к сожалению, увы. 730-101, код Москвы, 495. Я видела, что был слушатель, но вот, к сожалению, не дождался. Если у вас есть опыт, и вы брали животное из приюта, то, пожалуйста, звоните, рассказывайте. Если у вас есть вопросы, как взять или с какими сложностями вы столкнулись, когда взяли собаку, то, пожалуйста, ещё раз звоните и пишите об этом. Плюс 7903-797-6333. Ярослав, я так понимаю, что вместе с фондом «Подарок судьбы», кстати, обратите внимание на сайт «Всем по собаке». Вот там можно посмотреть инструкцию «Всем по собаке.ру». Инстаграм такой же. Отлично. И вы тогда подключились на этапе организации выставок, я так понимаю, да? Ну, вообще, мы начали сотрудничать, и постепенно «Всем по собаке» подключились и кошки тоже. Да, поначалу у нас были только «Всем по собаке». Ну да, кошки те же собаки, мы знаем. Всё-таки кошки отличаются. Сильно отличаются. Сильно отличаются, и мы здесь обменялись очень здорово вместе опытом, и начали целую, наверное, череду таких выставок «Всем по котику». Но надо отмечить, что «Райл Канин» давно поддерживает нашу компанию, и наш фонд, и наши выставки, и наши выпускники все всегда получают и собаки, и кошки корма «Райл Канин» в «Новую жизнь». И в какой-то момент действительно мы поняли, что, наверное, нам пора заниматься. Ну, мы всегда занимались кошками, но вот выставок отдельных не было. И как-то вот наши интересы здесь соприкоснулись, и поскольку у «Райл Канин» очень большая экспертиза в плане кошек и большей возможности, вот нам как-то удалось сделать... Россия – кошачья страна. Благодаря «Райл Канин» и статистике мы об этом знаем, да. Ну, я поняла, у вас есть какой-то базовый набор еды, которую вы даёте человеку, который берёт кошку. Да, да, да. Смотрите, есть такая история, что, ну, взял ты кошку, и кошка не приживается. Она тебе понравилась, классная, но что-то там не идёт. Бывает. Где человек может попросить помощи? И что делать, если животное у вас не приживается, и вы понимаете, что животное то ли агрессивное, то ли не ладит с вашими детьми? Ну, это бывает и с кошками, и с собаками. Конечно, конечно. И, в принципе, ну, как бы мы в какой-то... Конечно, возвраты – это всегда большая боль, всегда слёзы, но в какой-то момент мы пришли к тому, что возвраты – это неотъемлемая часть жизни. И вся наша работа на выставках и в целом направлена на то, чтобы минимизировать возвраты. То есть, когда, например, мы только начинали, и в наших выставках участвовали приюты, мы не принимали участие в собеседовании как фонд. То есть, мы только организовывали, приглашали, и был просто катастрофический процент возвратов, 50% возвращали обратно. И тогда мы поняли, что вот нужно учить, и вот эксперты Роэл Кани, например, на выставках кошек, они выступают экспертами на собеседованиях, интервьюерами семей, которые хотят взять кошку, и благодаря своей экспертизе зоопсихологи и филинологи, они могут на этапе собеседования новой семьи дать больше вводных и, в принципе, понять, насколько человек действительно готов к появлению животного. Проблемы случаются. Выпускникам конкретно наших выставок мы стараемся оказывать поддержку. Это, например, бесплатные выезды зоопсихолога у собак, или консультации филинолога у кошек, ветеринарная поддержка. У нас есть специальные памятки, там памятка владельцу собаки-сприюта, памятка владельцу кошки-сприюта, которые мы тоже выдаем на выставках, они публикованы на нашем сайте. Все можно найти на сайте, идите быстрее все читайте. Если так получается, что помощь экспертов не помогает, мы всегда говорим, что надо без того, чтобы затягивать историю или как-то, не знаю, излишне страдать, вернуть собаку куратору и дать ей возможность, собаку или кошку, дать ей возможность пристроиться еще раз, потому что, возможно, характеры не сошлись, возможно, обстоятельства, возможно, человек переоценил свои силы. Если, ну, как бы, человек в какой-то короткий срок понимает, что, ну, как-то у него не получается, там, неделя или около, там, несколько дней, то, как правило, животное не особо понимает, что произошло. Ну, чаще всего собаки, они вообще рады вернуться обратно. Погостил, погостил, погостил. Да, собака такая, куда меня привезли? Ну, то есть у нас лекции зоопсихологов начинаются с того, что часто люди думают, что вот, я забрала собаку или кошку с приюта, сейчас я приведу его домой, он будет рад, он будет мне благодарен. Нет, на самом деле первое время животное в стрессе, ему вообще у вас не нравится, даже если он поменял вольер на квартиру, он не понимает, ему нужно время привыкнуть к вам, привыкнуть к ситуации. И первый стресс как раз, ну, кого-то может испугать. Кошки, они-то вообще у нас некоторые истории, там, привет из дома. Ну, а она неделю просидела под ванной. И тут как бы просто всё зависит от того, насколько, как бы, хозяева. Мы тут отвыклись на половинку. Да, насколько готовы хозяева. И как раз вот наша задача в процессе отдачи людей к этому подготовить. У нас даже есть лекции зоопсихологов, которые мы пишем на флешке, все-таки флешка, который как браслет на арку одевается. И мы их с выставки выпускаем там с этим браслетом. Пока не посмотришь, с собакой не общайся. То есть, в принципе, возвраты есть. Мы стараемся учить и кураторов, чтобы это было окей. Не надо никого хейтить, не надо, ну, как бы, хозяев, там, не знаю, ненавидеть. Ну, и серия, ай-яй-яй, это стыдно, ты взял, доверил собаку. Ну, бывает такое, что истории заканчиваются какими-нибудь постами в Фейсбуке ненавистными, да, что вот такие люди взяли, не справились. Все делают ошибки. Ну, и мы никто не святой. Тут, наверное, просто разумно вовремя это осознать и как-то, ну, как бы, адекватно об этом донести. И некоторые люди просто помогают потом, да, они оплачивают передержку этой собаке. Или, например, не знаю, там, корм какой-то, если у них есть действительно потребность этому животному помогать. Поэтому, ну, как бы, все мы адекватные люди. И мы как-то, ну, вообще в сфере помощи животным очень много, конечно, боли, очень много эмоций. И люди всегда на эмоциях. И берут животных часто на эмоциях, например, на жалости. Мы это пресекаем. И если мы видим, что человек излишне эмоциональный, там, на тех же выставках, мы отправляем домой подумать. Мы не гонимся за статистикой абсолютно. А есть у вас статистика, сколько вы отказываете на собеседование? Есть моя любимая статистика, потому что у нас последние вот уже полтора года не было выставок. Но до этого, сейчас, мне надо тогда правильно посчитать, я думаю, что 3-4 года назад отказов на собеседованиях было 150-200 собеседований. Мы отдавали примерно 50 собак. То есть отказов было просто очень много. Еще потому что у нас всякие звезды, слебы приезжают к нам на выставки. Люди тоже тянутся к этому, они приезжают, думают, вот здорово, если нам певица вручит собаку прямо на выставке. И спустя 3-4 года таких вот упорных собеседований, такой упорной проститистской работы, у нас сейчас отказов, ну, там буквально одна третья, одна четвертая из всех собеседований. То есть, ну, как бы осознанность растет, и это просто безумно приятно. Да, это видно и по соцсетям, это видно и по собеседованию. Но при этом я хочу про кошек сказать, я был поражен, несмотря на то, что были тоже отказы, но из 150 кошек на первой выставке 100 было пристроено. Да, с идеей, по-моему. Ну, я сейчас не пробовала. Да, но это поистине рекорд был вообще по пристройству, очень серьезный. А на следующий у нас было 200 кошек и 150 пристроено. Были, конечно, возвраты, ну, то есть мы всегда, вот, ну, как бы мы стараемся всегда честно об этом писать. То есть у нас есть соцсети, мы там пишем и привет, и возвраты. Еще есть такой феномен, как пристройство после выставки, как раз вот тех, кого отправили домой подумать, или те, кто сам не решился. И мы стараемся статистику выдавать, ну, как бы абсолютно честную, потому что и приветы вот из дома, вот, про которых пристроенных кошек сказал Ярослав, это тоже очень важно, мы стараемся писать честные. То есть если есть трэш в семье, если сложности, мы не будем молчать, мы вот, как бы, естественно, общаемся напрямую с куратором, хозяин. Мы... Обычно у куратора сколько кошек или собак? Все от куратора зависит. Ну, то есть есть люди, которые как-то соизмеряют свои... Силы. Силы, да. А есть, ну, вот я, например, прошла уже вот все эти стадии, я действительно была там человеком, у которого там 50 собак в приюте, к которым ты уходишь в выходные, ты домой прешь, ты на частной передержке прешь, ты каких-то щенков подбираешь, и это, ну, как бы уже... С этим сложно остановиться, я прекрасно понимаю, как людям тяжело, они так много видят боли, и ты думаешь, ну, если не я, то кто? И, ну, в какой-то момент, к сожалению, это всегда заканчивается очень плохо. Поэтому, если нас слушают кураторы или люди, которые помогают животным, я очень вас прошу, помните всегда о своем здоровье, о своих силах, потому что, ну, в моем случае мне, например, повезло, я там встала на ноги и с каким-то там новым взглядом пошла дальше помогать. Очень много историй, когда, которые заканчиваются плачевно, люди выгорают, болеют, и уже не могут помочь никому. Поэтому сначала маску на себя. Да, а потом уже помогать животным. А я хочу подключить наших слушателей. Я знаю, что у нас есть Максим, Максим Буров и кот Карамелька. Ну, кот Карамелька как-то аккуратно так в переноске сидит. Максим, а если можно, подойдите, пожалуйста, к микрофону. Насколько я знаю, вы как раз занимаетесь передержкой кошек. И Карамелька – это тоже кот, которого вы то ли взяли, то ли где-то нашли. Да, напомню, на Ютьюбе идет трансляция, там как раз видна картинка. Рассказать про нее, да? Да, расскажите, расскажите вашу историю про передержек. Ну, у нас с женой, ну, можно назвать очень небольшой приют, вот, такой частный. Обычно у нас, ну, кроме наших шести котов на пристройство, три-четыре кота бывает. Ну, если еще с котятами, то это количество может быть побольше. Как все началось? Да, в общем-то, с детства. В детстве я подкармливал котов, когда шел в школу. Потом уже, когда стал жить один, и когда появилась возможность завести своих котов, сначала появился один, потом появился второй, третий. В общем-то, практически все наши коты, они подобраны, либо вылечены. А смотрите, коты проживают у вас дома, или у вас есть какое-то специальное помещение, что это все-таки... Нет, дома. Дома, ну, единственное... И сколько у вас котов сейчас? Вот наших котов шесть. Вот те, которые карантинные коты, они находятся в другой комнате, и дальше уже там в комнате они сидят по клеткам. То есть мы сделали, чтобы коты, которые постоянно живут, до момента окончания карантина, естественно, они общались с котами, которые подобраны. А ищите вы, пристраиваете котов через социальные сети? Через Фейсбук, да. Ну, Карамелька у вас так, обращик ухоженности, по-моему, такая очень холеная кошечка прямо. Да, ну, в свое время ночью поехал за ней в Бутово, вот, забрал ее и четырех котят, как раз, в общем-то, пришлось ее спасать от собак. Поэтому у нее, к сожалению, не очень хорошее воспоминание о собаках. Вот, поэтому она сидит... И мы вам подгадали сегодня четыре собаки. Простите, пожалуйста, Максим. А еще у нас есть Алексей Вишаков и Маслова Светлана, собака Буся. Собака Буся тоже из приюта, насколько я понимаю. Да, Алексей? Да. Вы говорите в микрофон, чтобы было слышно. Вот, к сожалению, вот тут тот же микрофон, который, да, и у Максима. Вы тот самый человек, который пошел в приют, выбрал себе собаку и забрал ее. Нет, вообще было совсем не так. Так, ну, как было? Ситуация была следующая. У нас уже давно Света занимается помощью собакам всякого разного рода, вплоть до того, что отвозила собак, которых из приюта забирают, за границу. То есть там находилась семья, которая была готова собаку взять. Здесь семья ей не нашлась, ну и, соответственно, передавали. Потом мы подумали, что как-то нечестно получается, что они там такие счастливые, с собаками остаются, а мы здесь в России без собак. Вот. Ну, мы потихонечку пришли на выставку. У нас дома уже, как это называется, полная пищевая цепочка. То есть есть попугай, есть кот и есть собака. То есть, в принципе, они без нас в случае чего не пропадут некоторое время. Вот. Это такая шутка у нас семейная ходит. Если единственный из магазина, это попугай. Все остальные у нас прибились к нам. И кота зовут Буся, а на выставке мы увидели, что... Бося. А на выставке мы увидели вот эту вот собаку замечательную. Ее звали Буся. Ну, мы подумали, что бабуся это тоже очень, кажется, очень смешно. Леш, ну вы, получается, такой подготовленный владелец, потому что до этого сами пристраивали собак. Я нет. Это Светлана, она пристраивала. Я только там... Пристраивала, помогала. Перетаскивал ящики, скажем так, с собаками. Вот. Не более того. Мы с кураторами разговаривали, но не с выставки мы забирали, естественно. Мы отпустили собаку, что ее бы забрали обратно в приют. Потом несколько раз приезжали, смотрели. То есть, скажем так, как они нам советовали, так мы и делали. С выставки как бы не вариант был забирать, потому что собаки себя там ведут не очень естественно. Но кураторская система как раз работает. У вас с Бусяй никаких проблем. Вы быстро спелись с попугаем и с кошкой, все в порядке. С ними все в порядке, да. То есть, это собака, которая выросла в окружении других животных. Поэтому никаких вопросов она к другим животным не задает. Ну, с котом они как кошка собака неожиданно. Два года они живут, но игнорируют друг друга, скажем так, старают. Ну, при нас, по крайней мере. А как там происходит, когда нас нету, кто знает. Может быть, и таскают друг друга. Поставьте видеокамеру. Это помните, как те ролики, когда хозяин уходит, и собак с кошками начинается пати просто какой-то. Алексей, спасибо большое. А я, Наталья, хочу за честь Олег нам пишет сообщение. Нужен совет специалиста. Я очень хочу взять собаку из приюта, но я живу один в загородном доме и два раза в месяц ночую не дома. Собственно говоря, такая ситуация. Женитесь, Олег. Женитесь, да. Спасибо. Олег пишет, что собаку с собой взять возможности нет. Ну и, кстати, добавляют, что кошкам равнодушен из-за отсутствия в них преданности и беззаветного доверия к хозяину. Я бы, кстати, поспорила. Ну, хорошо. Допустим, так. Ну, вот у человека ситуация. Действительно, какое-то время его не бывает дома. Вообще, на самом деле, очень хорошее сообщение. Я, наверное, отвечу чуть шире, чем только Олегу. Олег, я правильно говорю? Олег, Олег. Да. Часто люди вот всегда нам пишут в соцсетях или на почту, начиная с сообщения, здравствуйте, меня зовут Акта. Я живу один, я очень боюсь заводить собаку. Типа, ей будет у меня одиноко, скучно, грустно и так далее. И, конечно, ну, как бы я хочу сказать, что собака – это большая ответственность, вам нужно будет уделять на нее время и так далее, и так далее. Но я всем этим людям советую сходить хоть раз в муниципальный приют, потому что в муниципальном приюте собака живет в клетке примерно 3 на 2 метра с еще 5-6 собаками, и она гуляет примерно раз в неделю. Потому что куратор или опекун приходит в выходные, поэтому собаки гулять 2 раза в день, даже если там, типа, это условно там полчаса и так далее, видеть хозяина каждый день, кушать регулярно – это, ну, реально кайф. То есть условия там… Я не говорю, что они там умирают или там все суперплохо, то есть я не сторонник того, чтобы суперужесточать, но, в принципе, если сравнивать условия собаки жизни дома или на улице, или в муниципальном приюте, то, конечно, дома всегда выигрывает абсолютно. По поводу того, что не с кем оставить, слава богу, сейчас огромное количество сервисов, которые позволяют найти передержку, позволяют найти выигульщика, позволяют… Не знаю, я, например, со своими собаками езжу на работу и в отпуск. Мы в прошлом году всю Европу проехали на машине. То есть сейчас действительно это настолько все развивается, и со стороны компаний они замечают интерес, который есть у хозяев, которые там путешествуют с собаками, с кошками. Можно выигульщика заказать. Ну, то есть можно, не знаю, там, ну, условно договориться с соседом. Если он живет за городом в каком-то СНТ, наверняка там есть дядя Вася, который там живет в сторожке, ну, как бы на постоянке. Покормить, погулять. Да, покормить, погулять, потому что, ну, в конце концов, если у вас рождается ребенок, и вам, не знаю, там тоже куда-то надо, всегда подключаются бабушки, дедушки. То есть это, ну, скорее вопрос приоритетов и желания. Если очень сильно хочется, то варианты всегда найдутся. Если это через силу, то, конечно, не надо. Я сейчас именно о том, что вот если желание огромное, сильно есть, я, например, ну, как бы живу одна, у меня три собаки, и вот эта вот проблема, что там, не знаю, куда-то уехать или не приехать, ну, как-то вот, не знаю, там, в январе в больницу попало, там, забрали меня с аппентицитом. Ну, звонишь друзьям и говоришь, ребята, давайте езжайте. Ну, то есть, в принципе, все решаемо, так же, как со всеми остальными ситуациями. Если собаку хочется, не отказывайте себе в этом. И можно походить в приют какое-то время, вот, собственно, как слушатель правильно сказал, можно действительно походить, пообщаться с собакой, примерить на себя в каком-то виде эту роль. Еще, кстати, Олег, возьмите у друзей, у кого-нибудь на время отпуска собаку. Очень хорошо потестировать, насколько вам это действительно отвлекается. Я как-то своей подруге отдавала кота. Ну, я и уезжала, это совпало, и им хотелось посмотреть, как ребенок, вот как ему будет с котом, кот просидел 10 дней под ванной. Ну, кот и собака все-таки по-разному реагируют. Ну, это хорошая история, кота все-таки взяли после того, как мы его отдали, действительно. Ну, тест-драйвы стыдно говорить в таком случае, не очень корректно, но хорошая история посмотреть. Ну, мне кажется, наверное, это просто вопрос терминологии, но, в принципе, мы вот прям действительно советуем. Есть еще супервариант, который, мне кажется, в принципе, наверное, самый хороший, это взять собаку, которая ищет дом, или кошка, которая ищет дом, до пристройства, на время. То есть сразу говорить с куратором, что вы берете на время, это, ну, как бы время, собаке ищется дом. Конечно, надо проговорить план Б, если у вас что-то идет не так, и, ну, чаще всего куратор просто найдет ей новую передержку. Но, я скажу честно, наверное, 60-70, а то и 80% подобных передержек заканчивается тем, что собака там остается и кошка. А потому что, когда ты берешь вроде как не навсегда, но ты делаешь доброе дело, и ты берешь на себя уже ответственность, то потом значительно проще принять решение о том, что животное остается навсегда. Прислали в WhatsApp какого-то мега красивого пёселя, мега красивый. Наша собака из приюта, просто приехали, взяли первую встречную, если так можно сказать, но до этого у нас уже была такса. Проблем не было, очень громко боится, очень боится громких звуков, вот с этим пришлось как раз учиться жить. Вместе ездим на машине, вместе отдыхать, в общем, собаку обожаем. Кто-то пишет из наших слушателей. Можно мне еще одну ремарочку тоже, вот я сейчас услышала про громкие звуки. Есть такой стереотип, что приютские собаки, не все с поломной психикой, они всего боятся, боятся, и придется обязательно с этим работать. На самом деле это миф, у всех собак свои особенности, так же как у людей. Есть собаки, которые с детства там у заводчика жили, они попадают в новую семью и дают такого жару, которой приютским ребятам и не снилось. Есть приютские собаки, которые с первого дня абсолютно адекватно ничего не боятся. Вот у меня старший пёс, ему салюты, люди, в общем, ему все равно. Там средняя собака у меня там наоборот довольно труслива. Боня вообще сама кому хочешь, она еще и догонит тебя. Да, и любой громкий звук, да. Поэтому это супер индивидуально, хотя вот у меня все собаки, они две с улицы, одна из приюта, два от казняка. И, в общем, ну как бы казалось бы, да, там все должно быть. Ну там вот Боня, она там семью меняла. Поэтому не бойтесь, берите и не думайте, что ну как-то вот приютские животные, они как-то супер кардинально отличаются от неприютских. Можно работать с животными и взрослыми, и с собаками, и с кошками, поэтому берите. Берите, берите животных из приюта. Я лично очень поддерживаю историю собаки из приюта. И, ну, мне даже малопонятна история, что ты покупаешь собаку. С одной стороны, окей, хорошо, хочешь эту собаку, убери эту собаку. С одной стороны, да, но? Да, но столько непристроенных собак все-таки вот этой части. И вот вы сегодня меня спросили, вы, мне кажется, да, вот что у меня за Боня, да, что это за порода. Это не порода, это такая же дворняжка. И вот еще один из стереотипов, что дворняжки, они все какие-то плюс-минус одинаковые, но на самом деле они очень разные, дичайше красивые. Ну что вы, у вас там какая-то примесь, скорее всего, что-то там к Бонне все-таки какая-то родословная. Что-то в Синбернара. Ну, просто эта дворняжка, которая жила на улице, и, ну, типа, она жила довольно долгое время, мы ее в отпуске нашли, и никто ее даже не собирался забирать. Ну, как бы, поэтому... Нет, собака очень классная. У нас, к сожалению, очень быстро проходят эти полчаса. Всемпособаки.ру, и на сайте есть инструкция. Что делать, если вы хотите взять животное, да, социализация, адаптация, да. Да, что делать, если вы нашли собаку или кошку на улице, как взять собаку или кошку на улице, там же есть ссылка на каталог, где у нас собаки и кошки из приютов ищут дом. Так что очень много полезной информации. Спасибо большое. Подписывайтесь на донейшн. Я забыла самое главное. Всемпособаки.ру подписаться на ежемесячное пожертвование, там, 50-100 рублей, какая-то небольшая сумма для вас, она будет самостоятельно списывать с карты, это все легально, официально, поможет нашему фонду дальше работать, творить добрые дела, собакам и кошкам пристраиваться, а вам плюсы в карму и счастье. — Фонд «Подарок судьбы» Наталья Чаплина, Ярослав Рюмен, директор по научным коммуникациям Раил Канин, ветеринарный врач. Ну, Ярослав, как-то немного сегодня получилось, мы с вами пообщаемся. — Простите, я сегодня герой Наташ. — Надеюсь, продолжим. Усы, лапы, хвост можно будет переслушать на YouTube-канале. Спасибо вам. — Спасибо. — И слушателям большое спасибо, что пришли. — Спасибо. — Очень быстро у нас все прошло. — Все быстрее, быстрее время пролетает. — И это, знаете, у меня зависит.